До 1 сентября действует большая скидка на обучение по курсу Android разработчик. На пакет без консультаций стоимость 1500 рублей, на пакет с консультациями сейчас до 1 сентября стоимость 3000 рублей. Вы можете записаться заранее, а обучаться тогда, когда вы захотите, причем вы получите весь доступ сразу. Если вас интересует обучение, то есть сейчас возможность записаться с очень большой скидкой. Всем привет, на связи Мабу, и в сегодняшнем видео вы можете посмотреть мастер-класс о том, как передаются данные между экранами. И существуют некие основы Android, Android SDK, и там фундаментальными основами является работа с компонентами Android. Одним из компонентов Android является Activity, и под этим компонентом понимается и Activity, и фрагменты. И одной такой весомой частью всех этих основ является как раз таки умение передавать данные. Передавать данные между Activity, передавать данные между Activity и фрагментом, передавать данные между двумя фрагментами. То есть это фундаментальные основы. Давайте в следующий раз я вам покажу, как передавать данные из Activity во фрагмент. А потом будет видео, как передавать данные между двумя фрагментами. Но если вы не хотите ждать и хотите быстрее обучаться, то я вас приглашаю к себе на курс до 1 сентября. Цена смешная, то есть 1 сентября уже будет все повышаться, и потом с октября повысится, и с ноября повысится. Поэтому вы можете сейчас приобрести курс, а обучаться уже, когда заходите, у вас доступ пожизненный. Итак, смотрите, у меня последняя версия Android Studio. Я жму New Project. Я использую классический XML подход. Выбираю Empty Views Activity. Next. Создаю папочку на рабочем столе. Создадим папку, назовем Open. Сам проект назову. Sending. Enter. Сейчас у нас создается проект. У нас будет два экрана. На экране будет текстовое поле, в котором будет определенный текст, и кнопка. При нажатии на кнопку, по кнопке, мы будем переходить на второй экран. И на этот второй экран мы будем передавать данные. Но для начала нам нужно подключить View Binding. Сейчас пока собирается проект. Он собрался. Даже не собрался, еще собирается. Идем с вами в Gradle Script Build Gradle. Сюда встановимся, вот в эту область. И вот так вот мы подключаем теперь уже View Binding. Синхронизируем проект. Проект синхронизирован. Здесь выбираю я устройство, на котором хочу собрать. Пусть Pixel 6 Pro. И собираю на виртуальном устройстве пустой проект, чтобы посмотреть, что у нас все собирается. У нас все собирается. Все отлично. Это сворачиваем. Это сворачиваем. Идем в наше MainActivity, а именно в ВерсткуActivityMain. Выбираем здесь код. И здесь у нас будет определенный текст. Мы будем делать все по правильному. Идем с вами в ResValue, в FileStrings.xml. И нужно нам здесь написать текст, который мы, собственно, будем передавать. Я копирую эту строчку. Прямо и назовем. Называю контент. Контент текст. И здесь, допустим, MyData. Отлично. И теперь мы с вами ввели этот текст MyData. Идем возвращаемся в ActivityMain. И сюда в качестве текста вставляем ссылку на наш текст, который мы создали в файле strings. И, конечно же, от текстового поля мы создадим айдишник. Пусть айдишник будет так же, как контент текст. Да, только вот здесь нужно собака плюс айди слэш. Ну и тут, конечно же, контент. Вот так вот. Да, и по-хорошему нужно правильно виджет текстю использовать. App. Compate. Compate Text View. Вот это отлично. Сместим. И будет так же кнопка. Button. App. Compate Button. На всю ширину, по высоте, по контенту. Будут отступы. 10 dp. И так как мы по горизонтали на всю ширину, то по горизонтали выравнивать надо. Нужно выравнивать по вертикали. Я говорю, давай ко мне. Давай ко мне. Вверх этого виджета. Вверх кнопки. Примыкай к низу кнопки. У кнопки айдишник. Контент текст. Поэтому я здесь указываю. И нужно дать айдишник для кнопки. Кнопку давайте дадим айдишник. Actions Data. Да, и здесь да, так же при создании айдишника не забываем указывать собака плюс айди слэш. Когда мы это сделали. Да, здесь нужно закрыть виджет. Ну, естественно, нужно цвета еще дать. Цвета давайте. Видите, здесь фон для кнопки сделаем черный. Шрифт для кнопки TextColor сделаем белый. Ну и здесь да, шрифт для текста сделаем черный. TextColor Black. Вот, отлично. И теперь, что мы делаем? Мы должны создать с вами второй активист. А на этой папочке, где у нас Activity. New Activity. Empty View Activity. Назовем, допустим. New Activity. Enter. Жмем. Жмем. И здесь, во втором Activity у нас должна быть... Видите, создалась под этой Activity новая XML. Сюда заходим в код. Также здесь мы создаем с вами текстовое поле. Ну, опять текстовый виджет. TextView. AppCompate. TextView. Оно у нас будет по ширине по контенту. По высоте по контенту. И здесь позиционирование. Мы, во-первых, говорим, давай-ка нам его размещай вверх, кверху родителя, так как тут один виджет. То есть, оно сверху разместится. Но это не все. Мы хотим еще сделать низ к низу родителя. Книз к низу родителя. И нужно... Это мы по вертикали разместили. Теперь нам нужно еще разместить по горизонтали. Здесь мы говорим прикмыкай left to left to parent. Левый край к левому краю. Тут множество вариантов есть, как по горизонтали сделать. Но сделаем так. И правый край к правому краю родителя. Делаем. И все. Он у нас посередине выровнен. И давайте зададим также цвет. TextColor у нас будет black. И айдишник нужно задать всему этому событию. Айдишник этому текстовому полю нужно задать. Пусть будет... Да, собака плюс... ID слэш рез. Все, готово. Возвращаемся, значит, в первое наше activity. Именно в Kotlin класс. Нужно подключить байдинг. Подключаем байдинг. Отправить вар байдинг. ActivityMainBinding делаем нулабельным. А далее мы берем инициализацию байдинга. Вот здесь проводим... Говорим... ActivityMainBinding. Inflate. LayoutInflator. Я здесь setContentView. Наполнение контента. Берем. LayoutInflator. А здесь вызываем... А здесь вызываем... Здесь вызываем байдинг. И вызываем root. Все отлично. У нас здесь есть кнопка, по которой мы будем нажимать. Мы обращаемся к объекту байдинга. И ищем ее по ID-шнику. Вот она, ID-шни... ActionsData. Навешиваем на кнопку прослушиватель нажатия. Прослушиватель события. SetOnClickListener. И так как у нас событие здесь одно, мы можем вызвать класс View. Так как каждый из виджетов относится к классу View. И поставить точку. И вызвать событие метод нажатия. И внутри этого метода мы должны прописать, что же должно происходить при нажатии на кнопочку. Здесь мы создаем объект Intent. Этот объект позволяет делать переходы, в том числе между экранами. Здесь мы указываем в первую очередь класс, с которого нужно производить переход. Вот, мы указываем this. И дальше мы указываем класс, на который нужно происходить переход. То есть, в класс экрана, куда нужно перейти. UActivity. Класс Java. И дальше нужно выбрать специальный метод StartActivity. И внутрь передать вот этот объект Intent. Вот это вы можете не писать, как я, указывая объект. Класс объекта, ну просто написал. Давайте соберем проект, сейчас посмотрим. Да, мне не нравится, что у кнопки почему-то цвет не взялся. Цвет текста. Так, Activity Main. TextColor. Ну ладно, не суть. Для... Это у нас опыта не важно. Вот у нас мы жмем, и запускается новый экран. Но мы еще не можем передать данные на второй экран. Поэтому мы идем в MainActivity. Вот это все, конечно, сворачиваем, чтобы не мешало. И вот между тем, где мы создали объект для перехода, и сам вызов перехода на другой экран, мы обращаемся к нашему объекту Intent, который, собственно, и производит переход, и вызываем специальный метод PutExtra. Здесь мы указываем некий ключ, который назовем Data. И далее указываем, какие данные мы будем передавать. А передавать мы будем, обращаемся к байдингу, и обращаемся к ID-шнику нашего текстового поля. Вот он, ContentText. И вот в этом ContentText есть атрибут Text. Указываем этот атрибут. В этом атрибуте как раз-таки содержатся все необходимые данные. Если мы зайдем сюда сейчас, у нас есть, вот он, этот ContentText, текстовое поле, есть атрибут Text, в котором все это и хранится. Далее мы идем в NewActivity, во второй Activity. Да, здесь то же самое, нужно все подключить по байдингу. Да, PrivateWareBinding. У нас относится он к Activity.NewBinding. И здесь вопросительный знак. И все делаем, да, ну лабельным. Здесь также Binding. Инициализируем как Activity.NewBinding.Inflate. Здесь LayoutInflator. И здесь передаем наш объект Binding. И вызываем у него root. Здесь нам нужно обратиться через объект Binding к текстовому полю. У него идишник res. Сейчас обращаемся вот к этому текстовому полю, к атрибуту Text, в котором должны храниться данные. Ставим оператор присваивания. И здесь Get... А здесь, знаю, оператор присваивания. GetIntent. Но в данном случае уже используется Intent. GetStringExtra. И в кавычках нужно указать ключ, по которому мы передаем данные. Возвращаемся в наше MainActivity. Ключ у нас Data. Собственно, поэтому ключу и получаем данные. Давайте соберем проект. Вот кнопка. Жмем по кнопке. И вот мы получаем эти данные MyData как раз таки. Давайте еще раз я пересоберу проект. Давайте пересоберу еще раз проект. Еще раз вам проименстрирую. Вот он текст. Кликаем по кнопке. И текст передается. Собственно, так и передается текст из одного активики в другой. Собственно, на этом все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok